Салат невероятный, так просто и легко, при этом очень вкусно прямо сейчас на канале Райвика. Привет всем, и прежде чем начнем готовить этот легкий рецепт, прямо сейчас подпишись на канал, если ты гость нашего канала. Погнали! Берем один синенький, и синенький нужно порезать на вот такие слайсы. Синенький берем, нам нужно подсолить каждый кусочек, как будто песок с моря набрало. Это у меня гималайская соль. И оставляем синенькие на 20 минут постоять, потом продолжим. И чтобы вам не было скучно ждать, прямо сейчас подпишись на канал, если ты гость нашего канала, ставьте лайк, пишите комментарии. Так время пройдет незаметно. Курить. Спустя 20 минут, кабачок чуть не сказала, фиолетовое нужно помыть. А что, сказать баклажан в кабачок приводить? А, баклажан, блин, баклажан надо промыть. Сейчас легонца промоем. Далее нам понадобится 2 красных перца, их режем просто пополам. Так просто вообще. Так просто, да. Ну и, конечно, семечки убираем. Перец уже не солим. Нам понадобится 2-3 зубчика чеснока. Их можно либо на терке натереть, либо пропустить через чеснокодавку. И чеснок готов. Наливаем сюда столовую ложку растительного масла. И перемешиваем чеснок с маслечком. Стои, Машу, ты не можешь протиснуться. Удобно тебе? Теперь берем баклажан и смазываем маслом с чесноком с двух сторон. И выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Перец тоже смазываем этим же маслом с чесноком, но перец не солим. Если у нас синие были в соли, то это просто в масле. Отправляем в духовку 150 градусов, минут на 20, пока они не станут мягенькими. Берем один лук. Наработалось. И лук нужно порезать полукольцами. Наработалось, ну да. Хорошо хоть не лежишь. А то некоторые уже спят. Помощники. После моря так устали, так устали отдыхать. Лучок ошпарю кипятком, чтобы ушла острота и горечь с него. Испеклись баклажаны и овощи. Я их порежу на вот такие еще кусочки, чтобы легче было потом, когда есть салатик, доставать. Вдоль и поперек. Перец также порежем. Босильно длинный и большой. Овощи отправляю в большую салатницу. Сюда же высыпаю ошпаренный лучок. Нам понадобится немножко листья салата. И тут у меня айсберг и листья салатные. И сюда вот так я их порыву. Немного подсолю салат. Заправлю оливковым маслом. Где-то одну столовую ложку. И перемешаю. Трак-бах, салатик готов. Ну что, попросьбуем, насколько это невероятно вкусно. Влазит в рот. Угу. Ммм. Блин, реально невероятно вкусно. Да? Угу. Неожиданно, я бы сказала, да? Ммм. Угу. Вот это с чесночком, такая пикантность. Тут даже нет остроты. Он такой мягкий, нежный. Ммм. Молодец. Кто молодец? Раюся. Если у вас в семье кто-то не любит баклажан, то приготовьте этот салат, и он точно начнет любить баклажан, перец и все остальные прочие овощи. Рекомендую. Вкусно, легко, просто. И кому понравился этот рецепт, я, как всегда, жду ваши лайки и комментарии. А кто гость нашего канала, присоединяйтесь в нашу огромную дружную семью, нажимайте кнопку подписаться, и будет вам вкусно, легко, радостно с каналом Раевика. Будьте счастливы, друзья. До новых встреч. Покедова. Я хочу внести такую... Ну, что ты улыбаешься. ...в носку. Главное, чтобы он чеснок любил. Потому что если я не чеснок не любил... А он не чувствует этот чеснок. Он за счет того, что он печеный, тут такая приятная... Попробуй салат, кстати. Ну ладно, потом, ладно, хорошо. Не, вот попробуй сейчас и скажи на камеру. Ну, я уже сколько наполна была не кормить мясом. Что же мне, баклажан после мяса? Ну ладно, тогда не ешь. Поверьте мне на слово. Я за камерой была. Приготовьте и напишите потом в комментарии, как вам этот невероятный салат. Пока. Пока.